Дмитрий Земельянов спрашивает. У меня есть участок с домом Времянка. Официально дом не зарегистрирован, есть только технический план. Планируется строительство еще одного дома на том же участке. Можно ли на данный момент прописаться во временной постройке? В соответствии с нормами действующего законодательства регистрация граждан возможна только в жилом помещении. Поэтому в данном случае, к сожалению, зарегистрироваться в таком сооружении скорее всего не получится. Данил Исканско спрашивает. Мой отец – собственник однокомнатной квартиры. Я в ней прописан. Сейчас он женился во второй раз и мачеха требует, чтобы он меня выписал. Как я могу защитить свои права? В соответствии с жилищным законодательством вы, как член семьи и собственника, имеете полное право наравне с вашим отцом пользоваться данным жилым помещением. С точки зрения закона, та же мачеха не имеет права вас выселить, потому что это ваше право, безусловно. Единственным основанием для выселения может послужить то обстоятельство, если вы вдруг начнете использовать жилое помещение не по назначению, либо ухудшать его состояние. Юлия из Красноярска спрашивает. Оформляемый потеку риэлтор дала на подпись типовой документ купли-продажи. В договоре не выделены основные пункты сплошной текст. Чем грозит подписание неверно оформленного договора купли-продажи? Если телезритель считает, что сплошной текст является неверным оформлением, то это не совсем так. Договор считается действительным, если он содержит существенные условия. Под существенными условиями понимаются дата и место составления, субъектный состав, то есть лица, которые участвуют при составлении договора. Также должен быть расписан предмет договора, объект договора, то есть объект недвижимости, должна быть указана цена, по которой продается недвижимость и иные условия, такие как, например, ответственность сторон при неисполнении обязательств. Если все эти существенные условия присутствуют, то договор является действительным. Если какое-либо из существенных условий отсутствует, это означает, что стороны не договорились по этому условию, то есть сделка является недействительной, а точнее несовершенной.